Агрогородок Моисеевка, что на Гомельшине. Днями тут отбылся сапраудный страйк. Работники одноименных сельско-господаршего предприемства не вышли на працу. Была забастовка насчет директора. Хотели там, получается, поставить в колхоз женщину, которая работала в Еврооптии. Но люди забастовали, чтобы ее не ставили. И хотят вернуть этого директора. Она сама пришла, она и на Еврооптии была, на Порте была, нигде не сработалась. А сюда пришла колхоз поднимать наш. Никто не захотел ее просто. Дмитрий Шуст, за якого змагалися подначаленные, на посадине так давно. Але за гэты непротяглый час поспел добра зарекомендовать себе по якости директора. Он работает два месяца, но за два месяца он людьми зарплату поднял. Молодой, не сын молодой, ну лет 35-36 ему. Формальную нагоду для звольнения молодого керавника стался малый показник надоеу молока. Але повод для местовых жахаров спад надоеу все лето назирается по всем районе. Я не меркует, что керавника на Самрыш хотели прибрать, бо он занадто самостойный. Про это на своем ютюб-канале, расповедая видеоблогер Андрей Павук. Как я понял из рассказов работников, что Шуст Дмитрий Леонидович весьма симпатичен им, он им нравится. Однако, по слухам, не могу говорить с очевидностью, но Дмитрий Леонидович вошел в конфликт с местной властью, потому что у него свои взгляды на ведение хозяйства. Уже на наступный день после страйка на предприемстве с инициативой чиновников был зладжен исход. На им постановили Дмитрия Шуста покинуть на посаде. Однако, при одной умове, тягом месяца он мусить развязать пытания с надоями молока на предприемстве. Есть заинтересованность работать дальше. Почему бы ему не работать? Потому что многие председатели приходят сюда и говорят, ай, не месяц, главное перетерпеть тут полгода, месяц и все остальное. Но это же сказал, что я буду работать. Я буду работать, я этот колхоз не оставлю, все нормально, я его буду поднимать потихоньку. Но получится, я думаю, что получится у этого директора. На предприемстве меркуют, что задание поднять с надои молока целком реалистичное. Тем не менее, шпроцовники заявляют, что готовые повторить страйк, коли знов узнимется тема звольнения директора. Миха Селин, Белсат.